Рад вас приветствовать на семинаре под названием «Как разбудить себе искротворчество». Писать особо, я думаю, что не нужно будет ничего. Все упражнения, которые будем делать и изучать, недостаточно простые. И, в принципе, тем, кто будет заинтересован, потом презентажки вышли, то есть все у вас будет, сможете посмотреть. Окей, начну с представления, кто же я, что же я. Зовут меня Капнин Дарья Александрович, сертифицированный бизнес-тренер, педагог-психолог, практикующий коуч. Для многих я буду, можно сказать, что таким коллегой. Закончил я бауманку. Многие, я думаю, из вас идут как раз-таки по техническому направлению, кто-то идет по гуманитарному направлению. Закончил бауманку, понял, что не хватает мне что-то в плане коммуникации, решил пойти в этом направлении. Разбирался, разбирался, стал продавцом, заведующим, магазином и так далее, так далее, так далее. Потом пошел работать бизнес-тренером. Все это время работал с обучением людей. Ну и, соответственно, в принципе, достаточно неплохо разбираюсь во многих вещах. Что еще можно интересного про себя сказать? Ну что, вы сработаете с детьми очень много. Помимо взрослых, с детьми работать интересно, потому что очень сильно развивает тот же эмоциональный интеллект, креативность. Все время приходится как-то подстраиваться, потому что шаблоны для детей очень губительны. И они зачастую упрямятся. Если что-то выдумаешь такое интересное, то они сразу увлекаются. Это очень такой полезный навык. Именно если у вас есть доступ к детям, давайте это так назовем, учиться у них тому, как творить. Дети в этом плане очень хорошие учителя у нас. Итак, что же мы сегодня с вами будем рассматривать? Первое, что мы рассмотрим, вообще строение мозга с различных частей, с различных сторон, и разберемся, что же такое творчество, где оно там возникает. Второе, что мы узнаем, можно ли стать творческим человеком. Ну и, конечно же, пройдем небольшой практикум по развитию креативности. Ну и творчество. Я думаю, что большинство из вас собралось на этом семинаре именно для этого. Окей, начнем мы с такой интересной картинки. Так, я прошу прощения, я слышу у кого-то там микрофон. Выключите, пожалуйста, микрофончики, чтобы не мешать. Ну, либо я сейчас давайте выключу всем еще раз. Так, отключите микрофоны. Выключил. Отлично. Возвращаемся обратно. Итак, может показаться странным, но в нашей голове располагаются три мозга. Ну, понятно, что если мы посмотрим, это одна такая цельная структура. Вместе с тем, ее условно можно разделить на три части. Первая часть называется «Рептильный мозг». Я думаю, что из названия прекрасно понятно, у кого он появился первый. У рептилий. То есть ящерицы, черепахи, динозавры. Появился он достаточно давно, больше чем 250 миллионов лет назад. И те же самые черепахи, ящерицы, динозавры, у них в стрессе, да и вообще, в принципе, в большинстве своей жизни существует только три реакции, которые происходят. Это «бей», «беги» и «заври». Все. Они больше ничего себе делать не могут. Не знаю, насколько вы помните свое детство, но вот, допустим, я в детстве за ящерицами часто гонялся, и вот они такие сидят, греются на солнышке. К ним подбегаешь быстро, они либо убегают, либо как-то замирают, думают, что ты их не заметишь, может быть. Ну и некоторые особо активные, иногда кусались, конечно, тоже такое было. Попыток договориться со стороны ящериц я не встречал. За это отвечает рептильный мозг, и эта часть, она у нас в голове тоже есть. То есть, когда нам страшно, когда мы находимся в каком-то таком состоянии, когда мы не можем особо функционировать, когда мы очень агрессивны, когда есть угроза нашей жизни, это все рептильный мозг. То есть, мы превращаемся в такую ящерку. Простите за сравнение. Вторая часть, которая у нас есть в голове, это лимбический мозг. Еще его часто называют эмоциональный мозг. Он появился у млекопитающих. То есть, кошечка, собачка, дельфины, это все как раз-таки тот самый эмоциональный мозг, он у нас тоже в голове есть. Он отвечает за эмоции, за чувства. То есть, если мы испытываем какую-то эмоцию, это все благодаря вот этому эмоциональному мозгу. И если мы вспомним домашних животных, у кого-то, может быть, есть ящерки, я думаю, что они не сильно эмоциональны, просто сидят греются. Может быть, дайте мне покормить, дайте мне что-то покушать. Все. Если мы вспомним домашних животных, таких как кошки, собаки, то владельцы их не дадут мне соврать. Зачастую эти животные очень часто проявляют какие-то эмоции. Эмоции, точнее, мы их так трактуем. То есть, кто-то там скучает по нам. Я, допустим, сегодня приеду домой, открою дверь, а там сидит кошка на пороге и смотрит на меня. Я, конечно, понимаю, что ей хочется кушать, ей погладиться тоже хочется. Она это очень любит. То есть, такие достаточно эмоциональные животные, накопитающие. Ну и третья часть, которая у нас есть в голове, это так называемый неокортекс или логический мозг. Он отвечает за мысли, за анализ и за творчество. Впервые, многие говорят, что впервые он появился у человека. На самом деле, в данный момент, вообще, зачатки этого мозга существуют как у приматов, так и у дельфинов. Ну, не зря говорят, что дельфины одни из самых умных после человека животных на планете Земля. Ну и, в принципе, зачатки этого есть тоже у дельфинов. Но вопрос, почему дельфины не стали властителями мира, я думаю, что мы пока что отложим. Он не касается темы нашего семинара. В целом, мы люди именно благодаря развитому неокортексу. То есть, благодаря ему мы те, кто мы есть. Такой интересный момент. То есть, в целом, ну вот такой вот у нас интересный мозг в голове. Зачем я вам все это рассказываю? Чтобы мы с вами понимали вообще, как мозг функционирует, что в нем происходит, и понимали, что мозг на самом деле он немножко многогранный, он работает немножко своеобразно. То есть, существуют различные теории, что человек использует только 5% своего мозга, 10% своего мозга, что работает сначала только одно полушарие, только второе полушарие работает. на самом деле все гораздо более сложнее. И одну из теорий мы с вами только что рассмотрели, ну такое условное достаточно деление. В принципе, можно вот так вот все это озвучить, что вот есть человек, есть мозг млекопитающих у него, есть лептильный мозг, ну и, конечно же, мозг приматов. Все это внутри нас. Чтобы вы понимали, ну естественно, мы из этого выросли. Естественно, сразу же возникает вопрос, а творчество-то где? Вот мы с вами обсудили. Если вспомнить одну из предыдущих картинок, один из предыдущих слайдов, то вы сможете вспомнить, что творчество располагается как раз у нас в этом неокортексе, то, что делает нас людьми. Я думаю, что вы без труда в интернете найдете большое количество картинок, нарисованных обезьянами, слонами, кто-то там даже их продает. Вот была такая огромная картина, которую нарисовал слон. Но это тоже, в принципе, творчество. Можно сказать, что слон тоже, его можно каким-то образом и тренировать. Но понятно, что именно творчество в том понимании, которое мы его с вами рассматриваем, это все-таки, естественно, человеческое. То есть животные творить, но в полноценном смысле не могут. То есть они могут использовать какие-то инструменты, нам кажется творчеством. Вот как мы смотрим на кошку, она мурчит, нам кажется, что она нас любит. Возможно, нас любит, возможно, нет. Возможно, ей кушать хочется просто. А мы трактуем, что вот такая вот прекрасная у нас кошечка, как она нас любит. Итак, ну, естественно, самая простая теория, которую все мы знаем со школы, что в голове существует полушарие мозга. Левое-правое. Что левое отвечает за одни наши действия, правое за другие. В принципе, теория сама по себе достаточно интересная, и она немножко обросла такими мифами. С чем связаны эти мифы? То есть самый главный миф, наверное, заключается в том, что у нас есть одно какое-то доминирующее полушарие, то есть, допустим, технари, у них только левое работает, а правое, ну, так вроде болтается, там, и вроде, а что, его убирать, что ли? Ну, а есть и есть. А вот творческие люди, у них только правое полушарие работает, а левое, ну, вот они такие вот нелогичные, ну, что ж поделать с ними? Ну, давайте оставим. Ну, есть такая теория. На самом деле, это все пошло из не совсем корректного понимания первоначальной теории. То есть первоначальная теория говорила о том, что полушария мозга действительно отвечают каждый за свое, но они работают вместе. Ну, то есть, если нам поступает такая информация, обрабатывает ее либо одно полушарие, либо второе полушарие. Нет такого, что человек просто не воспринимает. Есть, конечно, различные заболевания головного мозга, которые все это нарушают, но в основном наш мозг, он нам весь нужен. Не зря он образовался полностью. А то бы были теории, у которых только одно полушарие, и у гуманитарии, у которых только второе полушарие. Нет, конечно же. Окей, за что отвечают полушария нашего мозга? Естественно, давайте начнем слева направо. Левое полушарие отвечает, конечно же, в основном за логическое мышление. То есть, если нам нужно решить какой-то пример, разобраться с какой-то задачей, то, естественно, это все у нас логическое мышление, это левое полушарие. Языковые способности, язык, это тоже левое полушарие. Мы благодаря ему не можем хоть как-то вообще говорить. То есть, если бы у нас левое полушарие не развивалось, простите, мы бы не разговаривали вообще. То же самое аналитическое мышление, способность обрабатывать данные, и самое-то главное, аналитическое мышление, зачем нужно, это определенный опыт. То есть, человек стал человеком, потому что он сохранял опыт. Вот, значит, на мамонта одному идти нельзя, надо идти только большая группа людей. Ну, естественно, опыт передается, передается, это тоже анализ определенный. Буквальное понимание слов. Тут означает, что если мы берем левое полушарие, то пословицы, поговорки, какие-то метафоры, скорее всего, оно воспринимать не будет. Это, знаете, как есть такое выражение «преследователи сидят у нас на хвосте». То есть, левое полушарие сразу оплянется, посмотрит, хвоста нет, но у нас никто не сидит. это буквальное восприятие слов. Естественно, все это уходит больше в метафоры. Это правое полушарие, о котором мы поговорим чуть-чуть попозже. Итак, дальше что? Последовательная обработка информации. Ну, как поступает информация, так мы ее обрабатываем, это левое полушарие. Математические способности тоже понятно. Ну, и очень важный момент, контроль за движениями правой половины тела. То есть, все, что мы делаем, все наши руки, тот, кто правша, и кто пишет в основном правой рукой, соответственно, у того больше развито левое полушарие. второе наше прекрасное полушарие, правое. За что же оно отвечает? Во-первых, оно отвечает за интуицию. Интуиция такая, немножко скользкая тема, потому что никто ее пощупать не может. Вроде как все знают, что это такое, что это какое-то такое предвидение, что вот я иду, и нужно что-то сделать. Допустим, взять с собой зонтик, и дождик пошел. Точно интуиция, значит, не прогадал. Ну, это такая, можно сказать, что фоновая обработка информации. Ну, в целом понятно, что я просто где-то в фоне обработал, увидел какие-то знамения, что тучи пошли, ну, и в принципе взял с собой зонтик, не прогадал. Логически, вот я это объяснить не могу, но в принципе, просто какое-то было чувство, это есть интуиция. Обработка невербальной информации. Наверняка все вы сталкивались с тем, что человек может говорить какие-то очень приятные, нам вещи, но он нам не нравится. Ну, просто мы на него смотрим, вроде правильно говорит, вроде хорошо, а вот что-то не то. Ну, просто вот, как-то не так говорит, как-то не так движется, какое-то выражение лица не такое. Мы это себе объяснить особо не можем, но вот что-то не топну. Это вот как раз-таки правое полушарие, мы обрабатываем информацию, которую нам не доносят словами. есть такая статистика, что когда мы говорим с людьми, у нас 7% информации, которую мы доносим, доносится именно то, что мы говорим, 38% то, как мы говорим, и 55% то, как мы движемся вообще, какие-то невербальные стимулы, наша мимика, жесты, интонации и так далее. То есть в целом вот это вот правое полушарие, она очень сильно влияет, естественно. Итак, пространственная ориентация. Многие говорят, что у меня пространственный критический, я не могу найти, как вообще пройти, куда-то что-то сделать. Это больше к правому полушарию, то есть это ориентация в пространстве, способность построить маршрут, найти его. Музыкальность, это тоже правое полушарие. Что значит музыкальность? Музыкальность способность воспринять музыку, способность красиво слушать, прекрасно понимать. Вместе с тем, если мы начинаем учиться музыке, то это уже левое полушарие, потому что там есть определенная система. Ну, то есть нотная, грамота, это все тоже левое уже полушарие. Благодаря вот этой деятельности мы можем уже создавать музыку, которую другие будут воспринимать равным полушариям. Итак, дальше что? Метафоры. Та же самая метафора, кто-то сидит у нас на хвосте. Если у нас правое полушарие хорошо развито, мы ее понимаем. Если нет, мы будем воспринимать буквально, что у нас есть хвост, а на нем кто-то сидит. Воображение, эмоции, мистика, мечты, все это тоже сюда. Ну, то есть что-то такое достаточно абстрактное, но без чего мы достаточно сложно можем существовать. Следующее. параллельная обработка информации. Тоже часто бытующий стереотип о том, что, ну, в принципе, существуют люди, которые могут сразу же делать огромное количество дел. Вот я там пишу какой-то текст, у меня музыка в ушах играет, я еще параллельно смотрю телевизоры, что-то. Это достаточно сложно все сделать, то есть это можно сделать, но в ущерб именно качеству работы. Если мы хотим что-то сделать качественно, мы должны во что-то уйти полностью, то есть мы занимаемся одним делом. Но, в принципе, параллельно обрабатывать информацию мы можем. Такая способность существует благодаря правому полушарию. Ну, естественно, контроль левой половины тела. Все, что у нас левой рукой делается, это все правое полушарие. Можно сказать, что у нас идет вот так вот крест-накрест. То есть вся левая часть вместе с глазами, вместе с руками, ногами, это получается правое полушарие. Все, что у нас справа, это левое полушарие. Сразу же хочу вам сказать, что, естественно, центр-специалист предлагает определенные тренинги. То есть многие из вас были на достаточно таких специфических тренингах, именно развивающих левое полушарие. То есть, допустим, бизнес-аналитика тренинга. Это не про правое полушарие, это про аналитическое мышление, способность структурировать то же самое. Курсы управления системами баз данных, бухгалтерские услуги, настройка и ремонт компьютеров, Microsoft Excel. Все это левое полушарие. То есть здесь какого-то гигантского творчества нет. Есть определенный алгоритм, который мы выучиваем, по нему действуем, получаем результат. То же самое, если мы говорим про правое полушарие, здесь все более зыбко, немножко так, скажем, не совсем определено, вместе с тем все тоже нужно. Допустим, есть на развитии креативного мышления, как раз таки тренинг именно по творчеству. Мы сейчас с вами на небольшом семинаре, есть с ознакомствой, скажем так, есть большой тренинг, который именно все это обрабатывает, учит именно методикам в большую степень. То же самое, развитие эмоционального интеллекта, это способность, вот если вы вспомните, слайд, на котором было три мозга, то есть эмоциональный интеллект способность вот этими всеми тремя мозгами работать, потому что иногда бывает там, допустим, страшно, или мы волнуемся как-то, и получается, что вот тот рептильный мозг, он начинает нами рулить, не мы им, а он нами. И мы становимся, простите за такое сравнение, ну, какой-то такой вот ящеркой, которая боится, и она либо убегает, либо бьет, либо замирает. Многие, я тоже с этим сталкивался, когда только начинал учиться публичным выступлением, выходишь и сказать ничего не можешь, просто стоишь и стоишь, и все. Вроде что-то нужно говорить, и может быть даже есть какой-то текст, который можно прочитать, но слова не идут, ноги ватные, все. То есть это вот про развитие способности взаимодействовать, то же самое ораторское искусство, тренинг личной эффективности, все туда. Те же самые переговоры тоже прекрасно помогают развивать мозг, потому что каждый раз нужно что-то новое придумывать. Ну вот я пришел на переговоры, а люди хотят чего-то другого, не тому, к чему я подготовился, уходить что ли из переговоров сказать, простите, я не подготовился к вашим условиям, мне нужно подумать. Скорее всего нет, скорее всего придется каким-то образом выкручиваться, то есть может быть не очень красивое слово выкручиваться, тем не менее, есть задача, нужно ее выполнить. То же самое команда образования не мне вам рассказывает, что с живыми людьми работать очень сложно, с большинством, по крайней мере. Но есть, конечно, прекрасные коллективы, в которых иногда мы попадаем, где прекрасные люди, с которыми есть уже взаимопонимание. Тем не менее, бывают ситуации, когда попадаешь в коллектив, с которым приходится уживаться. Есть такое слово, не знаю, сталкивались вы или нет, тем не менее, такие условия существуют. Ну, естественно, помимо того, чтобы ужиться, нужно еще с этими людьми как-то поработать и именно создать команду. Есть команда образования и тот же тренинг стресс-менеджмент позволяет нам на той же работе да вообще в жизни каким-то образом достаточно неплохо существовать. Окей, я предлагаю вам такой небольшой тест. Каждый из вас его может провести потом, написать в чате результат, если захочет. небольшой тест вообще, как проверить, какое полушарие мозга у вас больше разве. Во-первых, вам нужно сжать руки перед собой, сплести пальцы. У вас какой большой палец сверху, правой или левой руки? У меня левой. То есть, если так, то, скорее всего, у вас правое полушарие больше разве. То же самое, если вы хлопаете в ладоши, какая рука у вас сверху? Ну, просто посмотрите. То есть, я не могу правой сверху хлопать, в принципе, у меня какое-то отторжение, у меня плохо получается. То есть, если с левой, у меня хорошо звучит, с правой, как-то вот непонятно. Тут, смотрите, тут вообще три штуки, то есть, в целом, больше склонность. То есть, нельзя сказать, что вот именно у вас, то есть, если даже вот всегда левая рука выше там сильнее, быстрее, то у вас сто процентов только левая работает. Это скорее склонность. То же самое, то есть, если скрестить руки на груди, получается, какое у нас предплечье выше? Вот у меня предплечье левое, значит, у меня правое полушарие в основном. Если смотреть, то я в основном пишу правой рукой. Левый я пробовал научиться писать, это сложно, это очень хорошо развивает мозг, так что тренируйтесь. Я прошу прощения за то, что прервусь. У нас коллеги пишут в чат, значит, правый, всегда левая рука, отличный миль, правое полушарие везде, рулит всегда правая, Мария, оба в хлопке правая. Отлично, спасибо, что поделились. Смотрите, то есть, сказать, что вот, если всегда только одна рука, значит, у вас именно это полушарие, ну, простите, нет, то есть, скорее всего, возможно, вы просто привыкли, то есть, у вас есть очень хороший потенциал по развитию другого полушария. Ну, как всегда, в принципе. И как же вообще их можно развить и повлиять на то же самое творчество? Во-первых, развивайте то, за что отвечает полушарие. Ну, казалось бы, простой пример, то есть, если вам нужно развить левое полушарие, это, значит, учить именно структурированные какие-то знания. То есть, если учить ту же самую музыку, то профессионально, модную грамоту выучить, языки выучить, то все сюда же. То же самое, аналитические всякие задачи решать. Мозг начинает крутиться только так. То же самое, если хотите научиться правому, прокачать правое полушарие, то это, естественно, некие метафоры. Выучить, опять-таки, очень интересно бывает иностранные языки, тот же английский, без него сейчас никуда, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, все, что мы с вами проходили по этим полушариям, все, что вам нужно делать, можете делать. Второе, что можно сделать, это максимально... Смотрите, если говорить именно про саму систему, то есть, есть вот система, то есть, музыки, давайте на примере музыки потом к иностранным перейдем. Я повторю вопрос, потому что не всем возможно было слышно, вопрос из аудитории был, почему иностранные языки относятся к правам. На примере музыки есть музыкальность как таковая, то есть, способность воспринимать музыку, что она красивая, что вот есть определенные переходы, есть минор-мажор, есть веселая, грустная музыка и так далее, по настроению. Это все правое полушарие. Если мы говорим про левое, то это сама система. То есть, я беру и вот эту музыку пишу на листе в виде нот. То есть, у меня есть структурированная система, которую я могу проанализировать и потом на основе этого анализа сказать, что вот эта нота здесь не подходит, я ее поменяю на другую. То есть, это система определенная. То же самое, если мы берем иностранные языки, то они воспринимаются во многом именно как система. Ну, есть система определенная. Вместе с тем, для того, чтобы именно хорошо научиться говорить на языке, необходимо там пожить, потому что всегда есть исключения. Это больше, знаете, на уровне таких чувств. Ну, то есть, что можно вот здесь сказать такое слово, почему иностранцам зачастую сложно учить русский язык. У нас огромное количество исключений. Ну, вот просто огромное. В тех же числительных один, одна и начинаем считать. 10 палок, 11 палок, 12, 13, 14, 15, 19 палок, 20 палок, 21 палка и так далее, и так далее, и так далее. 24 палки, 25 палок. Иностранцы, просто мозг взрывается, потому что мы берем, если английский язык, там все достаточно просто. Окончание есть, прибавили, все хорошо, все замечательно, ничего сложного, все хорошо. Вместе с тем, там есть определенные свои тоже особенности. Я не скажу, что английский язык очень простой, то есть, те, кто его учит, я думаю, что сталкивались с тем, что иногда бывает его непросто выучить. Все бывает и так. Есть определенная система, это левые полушария, и есть какое-то творчество именно в изучении, то есть, для того, чтобы стать, именно хорошо говорить по-английски, либо на каком-то другом языке, но это уже больше правые полушария. Опять-таки, во взаимодействии. То есть, приехать просто узнать язык, но, скорее всего, это невозможно, нужна будет система, и просто говорить на основании одной системы без жизни, ну, простите, никак нельзя. Я сразу вспоминаю своего учителя английского, когда я его спрашивал, а почему вот здесь используется именно это слово? Он говорит, ну, потому что. Ну, вот просто потому что. Иногда вот те же самые артикли это, это вот, ну, просто потому что. Простите, так есть. Окей, на самом деле, смотрите, тут очень важный вопрос сразу возникает. Мы сейчас с вами затронули тему развития, то есть, как развивать творчество, как развивать свои полушария. Зачем это все нужно-то? То есть, вы пришли на определенный семинар по развитию творчества, и сразу же возникает вопрос, вообще, зачем вам становиться более творческим человеком? Это, наверное, вопрос больше к вам. Я на него ответить не смогу, он у всех свой. Возможно, кто-то из вас хочет привнести в работу что-то, больше в жизнь привнести творчество. То есть, опять-таки, творчество достаточно неплохо помогает выделиться на той же работе. То есть, когда начальство видит, что вы творческий человек, готовый предлагать нестандартные решения, я думаю, что вы будете достаточно неплохо выделяться среди всех остальных. И тут сразу же возникает такой момент, что мотивация вообще сама по себе, она очень важна. То есть, для того, чтобы идти и развиваться как творческий человек, многие думают, что это такие, знаете, безвольные люди, вот творческий, он такой весь меняется постоянно, это захотел, то захотел. На самом деле нет, то есть, творческие люди, они в основном достаточно неплохо относятся к ошибкам. Ну, потому что творчество это определенный процесс ошибок. Вот мы ошиблись, переделали и так далее. То есть, творческие люди, они воспринимают ошибку не как провал, то есть, ошибка не равно провалу, ошибка это возможность для развития. Вот мы написали какое-то творческое произведение, либо вносим какую-то новую идею, а да, она может быть очень классной, она может быть не понята другими, потому что никто еще такого не делал, мы что-то сделали новое классное. Ну вот, простите, вам скажут, что вы ошиблись. Если мы воспринимаем это как провал, то все наше творчество, оно, скорее всего, разрушится, ну то есть, мы скажем, о, все, творчество не прокатило, очень грустно. На самом деле, конечно же, нет, то есть, ошибка это определенная возможность для развития. То есть, если это вам действительно нужно, вот это вот развитие именно как творческого человека, это действительно классно, и первое, что нужно сделать для того, чтобы следовать по этому пути развитию творческого какого-то такого ощущения внутри себя, это воспринимание ошибки как возможности для развития. В целом... Так, коллеги, сейчас давайте я микрофон выключу. Секундочку у вас у всех. Прошу прощения. Так, отключим все микрофоны. Так, итак, вернемся опять к нашему семинару. И что же можно сказать еще про само творчество? Вообще, творчество это очень такое расплычатое понятие, и многим кажется, что ну вот есть вдохновение, значит, мы творим. Нет вдохновения, значит, не творим. Все, по-другому никак. На самом деле, сейчас я вас попрошу сделать следующее, тоже опять-таки для себя. Подумать вообще, вот есть ограничения творчества, то есть творчество это казалось бы, то, что никаких ограничений не терпит. Вот если мы вводим ограничения, это уже не то творчество. Творчество это полет мысли, свобода. На самом деле, нет. То есть, если мы выходим в чистое поле, куда нам идти, мы не совсем понимаем. Ну вот перед нами поле, сзади поле, спереди поле, слева, справа. А если есть какая-то цель, мы к ней благополучно идем. И для того, чтобы это проверить, для того, что ограничения действительно нужны и важны, вы сейчас попробуйте назвать про себя без остановки все известные вам слова. Обычно в таких случаях возникает небольшой ступор. Ну то есть, слов 5-10 можно назвать, а потом мы начинаем смотреть вокруг. Так, стул, вешалка, компьютер, рюкзак. Описываем все, что вокруг нас. Может быть, вспомним несколько слов, которые как-то очень интересно звучат. И все. Мы подвисаем. Вместе с тем, если вот пункт номер 2 вам сказать какую-то определенную тему, попросить все назвать слова по этой теме, допустим, компьютеры. И можно уже идти по этой теме, вспоминать, вспоминать, вспоминать. Мы ввели определенные ограничения. Ну и пошли уже потом по этой теме. Мы сможем вспомнить гораздо больше слов. Если нас выводят в открытое поле и говорят «иди», куда идти-то не совсем понятно. Поэтому ограничения иногда очень нужны. И вот это вот творчество наше, оно помогает нам как раз таки с этими ограничениями работать. Если нет ограничений, то, простите, нам иногда бывает очень сложно. Ну, все мы люди, иногда с творчеством нам проще. Так, я прервусь снова на наш разговор. Мария пишет, что она жуткий аналитик, не хватает творчества в проектировании, именно нестандартного не хватает. Я вам хочу сказать, Мария, что вы очень хорошо сделали, что озвучили именно саму тему, что вот не хватает творчества в проектировании. То есть, это небольшое ограничение, которое поможет затем хорошо развиться. Юлия говорит, что можно считать, и будет куча слов. Окей, с удовольствием так можно сделать. В основном люди замыкаются где-то словно на 10-м, на 15-м. Если вы можете это сделать, то это отлично, прекрасно. Итак, как же можно вообще начать развивать творческий потенциал? Часть ситуации мы с вами рассмотрели о том, что нужно в зависимости от того, какой полушарий мы хотим развить, заниматься и делами этого полушария. Плюс именно физически нагружать это полушарие. Ну и дополнительно, чтобы произвести небольшую раскачку, можете делать следующее. Делайте, допустим, 5-10 фактов для начала каждый день. Вот такая вот табличка из трех колонок. У вас есть какой-то факт, допустим, нейтральный достаточно. Вот факт, допустим, что на меня пролили кофе в метро. Я ехал на важной связи. Это просто факт. Я никак это не трактую. И в правой колонке вы уже будете трактовать, то есть пишите, что же можно в этом положительного найти. Для многих это большая трудность, что в таком, казалось бы, достаточно очевидном моменте, что на меня провели кофе и ехал на важное собеседование. Что же можно положительного найти? Будет возможность начать собеседование необычно, рассказывая ситуацию в метро. А то все думают, как же мне собеседование начать, что же там говорить-то? А вот я пришел, слушайте, я пришел, бежал к вам, бежал, меня пролили, вот настолько сильно к вам бежал, и вроде как разговор уже пошел. Ну, понятно, что отрицательная трактовка, мы достаточно легко себе накрутим что-то в голове, что как я теперь поеду на собеседование в таком некрасивом, грязном виде. То же самое, у моей машины спустило колесо, придумать положительную и отрицательную трактовку. Очень хорошо раскачивает мозг. Если вы придумаете еще несколько трактовок под каждый факт, это будет вообще замечательно. Ну и третье, тоже прекрасное, выиграл миллион долларов в лотерею, ну положительные мы придумаем быстро, а отрицательные. Зачастую, что? Платит налог. Вот, супер, отлично, это один из самых частых ответов, что придется платить налог, потом идет разговор о том, что придется скрываться от бандитов, которые законят отцепили его на 5, ну и так далее. То есть, под любое событие можно придумать определенную трактовку. И это очень хороший момент, потому что зачастую, когда мы оглядываемся на то, как наш день прошел, мы смотрим, ну, день как день, вроде пролетел, а событий никаких нет. А тут оказывается, что можно за какие-то события зацепиться и их посмотреть, провернуть с другой стороны. Это один из способов вообще события именно в творческом ключе, поворачивать, смотреть на них с разных сторон. Итак, вообще развитие творческого мышления из чего состоит? Оно состоит из четырех пунктов. Это первый пункт продуктивность, второе, гибкость, третье, оригинальность и четвертое, умение решать сложные задачи. Продуктивность мы частично с вами рассмотрели, это способность сохранять свою мотивацию. Ну, как раз таки, если мы что-то делаем, мы потихонечку идем, 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 в первую очередь за это отвечает постановка цели. То есть, если мы понимаем, зачем нам развивать наше творческое мышление, не просто, но знаете, вот как говорят люди, выучу-ка я английский на всякий случай, когда-нибудь пригодится. И эти люди учат английский, учат и учат и учат, а зачем, непонятно. Ну, то есть, смысл какой в этом? Для кого-то этого нет. А вот люди, которые говорят, что у меня поездка, допустим, в Англию через три месяца, и мне нужно хоть как-то научиться общаться с этими людьми, ну, простите, у меня через три месяца нужно срочно учить. Это вот про продуктивность. Если у нас есть цель, мы достаточно часто идем. Понятно, что тема продуктивности достаточно обширная, тем не менее, это не вопрос нашего сегодняшнего семинара, мы ее коснемся только чуть-чуть. Основной момент я вам озвучил о том, что необходимо иметь в голове понимание того, куда мы идем. Гибкость. Гибкость – это способность человека находить вообще какие-то новые решения, умение эффективно их использовать. Очень характерно для тех же переговоров, потому что переговоры – очень гибкий процесс. Если мы говорим про публичное выступление, зачастую процесс достаточно прогнозируем. У нас есть текст, мы вышли, хоть как-то его перечитали. А если говорить про переговоры, это постоянное ты мне, я тебе, ты мне, я тебе. И неизвестно, куда все это приведет. Ну, естественно, профессионалы своего дела могут уже предсказать примерно, куда все идет. тем не менее, поначалу очень сложно. Скажу вам честно, очень сложно. И гибкость мышления как раз таки, мы дальше будем рассматривать способы, как ее развить, она помогает нам ориентироваться более активно, более интересно находить какие-то мысли. И благодаря гибкости мышления мы постоянно черпаем определенные новые идеи. оригинальность мышления это та самая способность, ну, оригинальность в русском языке имеет небольшое такое вот спорное значение, то есть оригинальный человек, то есть неизвестно, что он нам скажет, вроде что-то интересное, а вроде, может быть, не совсем. Вот, в целом оригинальность мышления подразумевает способность выдавать что-то новое. Допустим, детям в школе дали рисовать Новый год, все нарисовали елку, Деда Мороза, один нарисовал пальму и очень странно это многие воспринимают, ну, допустим, ребенок всегда на Новый год улетает в жаркие страны, он не видел этой елки, ни разу он всегда отмечает с пальмой, ну, простите, так есть, это про оригинальность мышления, ну, казалось бы, ничего такого странного, но вот достаточно оригинально, ну, естественно, это такие небольшие отходы от чего-то принятого в нашем обществе, в целом оригинальность мышления позволяет не только создавать что-то новое, но и уже усовершенствовать определенные существующие механизмы и определенные идеи, которые существуют у нас в обществе и также на предприятии, ну, естественно, умение решать сложные задачи, ни для кого не секрет, что наш мир развивается и сейчас какие-то проекты, давайте назовем их так, в одиночку они практически уже не делаются, то есть все ключевые программы, все большие стартапы, все-все-все-все-все-все, в большинстве случаев, есть, конечно же, исключения, делаются группы людей, нет такого, что один человек пришел и все сделал с начала до конца, ну, практически уже нет, если раньше смотреть, то очень много индивидуалистов, которые разрабатывали, делали огромное количество интересных вещей, сейчас практически нет, и вот сама по себе сложность задачи, она растет от года в год, и тут можно сказать следующее, то есть творческое мышление, оно подразумевает как раз-таки в основном умение решать сложные задачи, то есть простые задачи можно решить уже известным способом, зачем что-то придумывать новое, ну, и как раз-таки умение решать сложные задачи можно разбить на две части, это аналитическая часть и практическая, то есть для того, чтобы решить сложную задачу, нужно сначала понять, в чем дело, и вот то самое левое наше полушарие, оно прекрасно помогает проанализировать то, что произошло, ну, естественно, потом вести определенные решения для того, чтобы с этим совсем разобраться, тут уже выступает правое полушарие, предлагающее что-то нестандартное, интересное, какие-то необычные связи находящие. Окей, теперь же мы с вами разберем, как все это развивать, развитие гибкости мышления. Понятно, что советы достаточно общие, вместе с тем они могут дать вам такой интересный толчок, который, возможно, приведет вас к развитию вашего творческого потенциала, давайте его так назовем. я старался при написании этого семинара отказаться от каких-то достаточно безапелляционных слов, вместе с тем существуют определенные рекомендации, то есть нельзя сказать, что вы должны отказаться от любых стереотипов и шаблонов. Понятно, что это невозможно, мы живем в обществе, но вместе с тем, если вы хотите быть творческим человеком, придется от определенных стереотипов отказаться, потому что творчество это всегда разрушение стереотипов, то есть елка всегда зеленая, ну, простите, вот есть голубая ель сейчас, она такая, естественно, не в небольшом, ну, вот, тоже небольшое разрушение некоторых стереотипов и шаблонов. Регулярно пересматривайте свои собственные убеждения, взгляды и принципы, тоже, конечно, пожелание, понятно, что вы не обязаны это делать. Не зацикливайтесь на прошлых поражениях, победах и достигнутых результатах, стремитесь к целям в будущее, самую мотивацию. То есть если мы все время копаемся в нашем прошлом, простите, прошлое уже произошло, и исправить его мы не можем. Это не про творчество, то есть ковыряй не в прошлом, просто там его нету. Читайте больше разноплановой литературы. Это про то, что чем больше опыта мы получаем из разных областей, тем больше наш мозг развивается. Применяйте различные стратегии поведения в повседневной жизни. Часто существует такая вещь, не знаю, кто из вас ездит на метро, либо не ездит. Я регулярно сталкиваюсь с тем, что люди зачастую просто вот прут в три двери, а четвертая открыта, но они туда не идут. Они идут за всеми. Все идут в три двери, значит, я пойду в три. Вместе с тем, соседние, все свободно, прекрасно. Можете пройти, открыть, но неизвестно, если я утолкнулся, что же произойдет. Это же страшно. Новый опыт. Пройдитесь новым путем каким-то, каким никогда не ходили. Новым маршрутом проедьте. Пробуйте, пробуйте, пробуйте. Это все про гибкость мышления. Новый опыт эмоций, впечатления. Ну, понятно, здесь каждый сам себе выбирает. Это концерты, музыка, разнообразные квесты. В Москве очень много возможностей получить новый опыт. Взвлекайте опыт из ошибок. Это про то, что мы с вами обсуждали, что ошибки – это способность, очередной повод для роста. Не просто какой-то провал, а повод для роста. Кругозор относится туда же. Учитесь смотреть на вещи и проблемы с разных ракурсов. Один из примеров этого мы с вами рассмотрели, что у каждого факта существует как отрицательная сторона, так и положительная. Посмотрите с разных сторон. В принципе, к играм, которые развивают гибкость мышления, можно отнести головоломки, ребусы, кроссворды, логические и психологические игры. То есть, если там хотите, можете с этим совсем поработать. Следующее – оригинальность мышления. Конечно же, тот же самый совет. Избавьтесь от любых предрассудков. Старайтесь, по крайней мере. Оригинальность мышления тоже развивается путем постоянного узнавания новой информации. Ассоциативное мышление – способность производить определенные ассоциации. Я надеюсь, что пояснять не нужно, что это такое. Оригинальность мышления – интересные и необычные люди. Зачастую мы от таких людей каким-то образом отталкиваемся, называем их странными, непонятными, но иногда, если с ними поговорить, можно узнать их точку зрения и понять, что она тоже имеет право на жизнь. Возможно, кто-то из вас с такими сталкивался. Я веду свои деятельности, с такими сталкиваюсь регулярно. Старайтесь выходить из зоны комфорта, испытывать некоторый контролируемый стресс. Что значит контролируемый стресс? Это значит, что мы, если не умеем выступать публично, не берем лист и выходим перед залом в 300 человек. Это огромный стресс. Это не контролируемый стресс. Контролируемый стресс – когда мы для себя понимаем, что сейчас я готов с этой бумажкой выйти перед родными, перед близкими и прочитать, просто рассказать. Да, мне будет страшно, но я смогу. Контролируемый стресс. То же самое, многие пытаются вылечить боязнь высоты прыжком с парашютом. Не у всех выходит. Кто-то потом еще больше боится. Но попробуйте просто подняться и повыше посмотреть, допустим, с какого-то высокого здания. Контролируемый стресс очень хорошо развивает. Всегда ищите несколько вариантов решения проблемы, решения ситуации. Зачастую бывает так, что первое, что нам приходит в голову, мы начинаем делать. А попробуйте написать несколько вариантов. Допустим, ставьте себе задачу каждый раз написать пять вариантов решения какой-то проблемы либо задачи. Где-то в варианте на втором, на третьем мозг начнет очень сильно шевелиться. Но главное, постарайтесь пять сделать. Систематически решайте специальные задачи на нестандартное мышление. Интернет вам в помощь. Биографии, автобиографии знаменитых людей это для примеров именно оригинальности мышления. Для тех, кто хочет это попробовать в командной работе, пробуйте сделать мозговой штурм. Собирайтесь все вместе и пытайтесь думать над одной идеей. Штурмуйте, штурмуйте, штурмуйте. Игры тоже очень хорошо помогают. Шарады, головоломки, ребусы, лабиринты, игры в Пиши слова, Друглы, Донетки. Это все тоже достаточно хорошо ищется в интернете, если вам будет интересно. Итак, развитие навыка решения сложных задач. В принципе, первое, с чего стоит начать, не нужно задавать вопрос, смогу ли я. Задавайте вопрос, хочу ли я вообще, в принципе, зачем мне это? Та самая цель. То есть, для того, чтобы решить сложную задачу, нужно понимать, зачем. Если у вас не будет цели, вы решать ее не будете. Ну, а зачем? Непонятно. Итак, ищите в каждой поступающей проблеме положительные стороны. Переформулируйте ее в задачу. Та самая табличка с тремя колонками, профакт, нейтральное отношение, положительное и отрицательное, тоже вам в помощь. Воспринимайте проблемы как возможность развиваться и лично расти. Это тоже к сложным заданиям. Меня кто-то отключил. Итак, о чем мы закончили? Про копать глубже. То есть, чем глубже вы будете копать, тем будет достаточно интереснее вы будете находить и будете проще решать сложные задачи. Со временем они будут для вас не сложными. Экспериментируйте, решайте проблемы в мере их поступления одна за одной. Это вот про то, что я вам говорил. Если мы на все сразу набрасываем, куча бумажек вокруг, что решать, непонятно. Запутываемся, уходим в одну задачу и решаем. Позитивное мировосприятие тоже с вами уже разбирали. Ну и самый прекрасный совет для многих, для нас, если вы не знаете, что делать, просто отправляйтесь спать. на самом деле, если вы устали, то в целом, очень сложно это сделать, тем более, если не выспались. Сон очень хорошо помогает. Но и игры, которые помогают развивать, навык решения сложной задачи, это активити, миллионер. В основном, это какие-то командные игры, очень хорошо развивают взаимодействие и способность творческих мыслей. Мы сталкиваемся с теми же самыми необычными людьми. Ну и, естественно, какие тренинги по развитию вообще, в принципе, достаточно интересных наших полушарий. Могу я вам предложить из линейки специалиста. Это в ближайшее время будет курс по развитию креативного мышления, именно полноценный, уже на 16 академических часов. Приглашаю вас на него, я его буду вести. Он начнется 17 января. Затем будет тренинг личной эффективности. Уже больше в продуктивность пойдем, как вообще оставаться верным себе. 18 числа начнется, затем будут эффективные переговоры, жесткие переговоры, противодействие манипуляциям, стресс-менеджмент, эмоциональный интеллект, ораторская. Все это достаточно хорошо развивает как эмоциональный интеллект, так и творческий потенциал, потому что выдумывать придется много чего. На тех же переговорах, на тех же тренинг личной эффективности будет очень-очень интересно. На этом наш семинар заканчивается. На 5 минут он дольше продлился, чем было запланировано. В целом, если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Так, наше занятие закончено. Был рад вас всех видеть. Если остались вопросы, готов видеть их в чате. Пока ждут сообщения в чате, готов послушать ваши вопросы в аудитории, если есть. Что? Танцы. Танцы, смотрите, танцы, это, знаете, такое сочетание. То есть, в целом, сказать, что прямо вот есть что-то, что делается именно только одним полушарием, это очень сложно. Если мы берем то, что на стыке, то есть, танцы, это определенный все равно механизм. То есть, если мы рассматриваем танцы, они во многом похожи. Мне близок пример боевых искусств. Я сам занимаюсь боевыми бельноборствами. То есть, с одной стороны, это просто определенные какие-то движения. То есть, мы там выбросили руку и так далее. А если разбирать по пунктикам, оказывается, что вот для того, чтобы ударить, есть определенный, допустим, прямой удар рукой, нужно, чтобы рука заняла там 30 градусов в положении, 45 градусов. Нужно определенным способом выдвинуть тело, довернуть пятку, голову. То есть, это все определенный механизм. То есть, тоже все механизм. То же самое с танцами, если говорить про них. в принципе, тоже это определенные механизмы, но они накладываются на музыку. То есть, просто выучить механизмы, это очень можно, но как их применять везде? Это все, понимаете? То есть, если говорить про именно левое полушарие, то оно больше теоретическое скорее. Если мы берем левое, ну вот, у нас есть определенные навыки по там единоборствам, почему-то еще, но если мы это не применяли на практике, простите, это ни о чем. Просто есть вот навыки, все. То же самое, если я беру навыки по каким-то серьезным вещам, таким как развитие Excel, базы данных и так далее, и так далее, и так далее. Если я их не начну применять на практике, ну вот я прочитал. Так, для того, чтобы ввести в базу данных вот это, нужно сделать вот это, вот это, вот это. Я где-то пункте на третьем уже забуду все. Нужно обязательно зайти, потыкать самому, ввести все это дело, то есть без практики никак. Это вот все на стыке, то есть у нас есть только исключительно одно полушарие. Я прошу прощения, я перелеснусь, просят показать календарь мероприятий еще раз. Я буду прерваться. Возможно, у вас какой-то еще вопрос был. Был вопрос по танцам, возможно, что-то еще есть. Я сейчас, если нет, я тогда гляну. Спасибо. Елена, каким образом разбудить музу по заказу, что предпринять? Слушайте, это вообще интересный вопрос, как можно разбудить музу по заказу. зачастую вот эта вот муза, про которую говорят, это определенные навыки. То есть просто прийти и сыграть произведение как Бетховен боюсь, что не получится. То есть он обладал таким навыком, потому что у него есть определенный опыт. То есть вот допустим, я, если брать известный мне пример, я достаточно неплохо публично выступаю. Но если взять меня, когда я только начал это делать и сейчас, вот тогда для меня был этот вопрос актуален, потому что я не знал, как, у меня не было навыков, не было практики. Сейчас для меня этот вопрос не актуален, потому что мне скажут тему, я приду и я про нее расскажу. Даже я ничего про нее не знаю, простите, так есть. То есть это про музу, это про навык. То есть чем больше вы будете чем-то заниматься, тем быстрее у вас будет срабатывать вот это вот, как это правильно назвать, включатель-выключатель. То есть вы просто берете и делаете. Про творчество то же самое. У вас будет приходить гораздо больше идей, это про развитие. Можно включить по заказу, чем больше вы будете практиковаться в этой области. Так, спасибо, календарь, спасибо за семинар. Окей, так, так, презентация, слушайте, если я все правильно понимаю структуру самого нашего с вами семинара, я выложу презентажку в личном кабинете участника. Там он будет, он будет лежать, вы просто скачаете и все. Если что-то не так, то в целом вы меня сможете найти на сайте специалиста, я вам на личную почту, вы мне напишите, я просто вам на личную почту вышлю эту презентажку, то есть все будет окей, в любом случае мы с вами найдемся, не потеряемся. А сейчас хочу благодарить вас за участие и сказать вам до свидания.